Приветствую вас, братья и сестры! Это Евангелие в последнее время и с вами Игорь. Я нахожусь в Миннеаполисе, вот возвращаясь домой, закончилось наше служение, скажем, благовестие. Это главная цель прибытия в этот город. Оно закончилось в прошлую субботу, то есть позавчера мы имели служение, благовестие на улицах Миннеаполиса. И конкретно во время или до хоккейной игры, которая здесь состоялась. И это видео уже выставлено на нашем канале. И, конечно, мы говорим шалом и благодарение и благословение вам за всю вашу поддержку, которую вы оказываете служению Евангелие в последнее время. И выхожу в эфир опять-таки в связи с событиями, которые происходят сегодня в Израиле. То есть конфронтация продолжается и не исключаю, я не думаю, что это сейчас, но я все же не исключаю, что это примет немного другую форму, более обширную. Скажем, почему? Потому что, в принципе, так написано. Израиль еще не имеет ту безопасность, о которой сказано в Писании, особенно тогда, когда будет атаковать Израиль Гок со множеством других народностей. Вполне возможно, он будет атаковать Израиль два раза. Но перед этим я сказал, что Израиль должен получить, скажем, некую безопасность. Это не та безопасность или ложный мирный договор, который подпишет с Израилем Антихрист. Я говорю сейчас о другом, о том, о чем говорит Псалом 82. И отдельное видео у нас было выставлено, может быть, несколько месяцев назад. Постарайтесь его найти, я тут же постараюсь найти, потому что у нас очень много видео на канале. Но я постараюсь его найти и линк выставить. Но я думаю, что все мы согласимся, что Израиль является точными Божьими часами. О том, насколько мы близко подошли к завершению Божьей истории, времени, благодати. И этот 82-й Солом, он говорит о победе Израиля или о решении, скажем, проблемы с окружающими его народами. Это исламские народности, и эта проблема еще не решена. Я называю, скажем, эту войну частично исламской войной. И вот вопрос перерастет в сегодняшнее боестолкновение с Хамасом или с палестинцами в более серьезную масштабную войну. Хотя Израиль уже объявил о том, что эта война, вот вопрос, сейчас или чуть попозже. Потому что это все равно будет. Но в этот раз столкновение намного серьезнее, чем я сам предполагал. Но со временем, если не сейчас, я думаю, скоро в времени вмешаются другие страны. Это понятно. Теперь я не выдаюсь деталей, что происходит. Я звонил своим родственникам. Вчера связался с ними. И ситуация очень тяжелая. То есть такой ситуации не было с 1973 года. У Израиля было несколько войн, чуть больше, чем несколько за период своего восстановления. Самая тяжелая война была война судного дня. Но Бог и тогда помог Израилю. Как я верю, поможет и сейчас. Но с другой стороны, мы понимаем, что Израиль как пороховая бочка. Может быть, я повторяюсь. Но в принципе, там началось и там закончится. Мы должны это просто понимать. Здесь суть пророчества. Здесь суть атаки дьявола на Израиль. Чтобы пророчества не сбылись. И чтобы Иисус не вернулся. Но Иисус вернется для восстановления своего царствия. Тогда, когда евреи покаются на Бог. И это будет использовать. В данном случае говорю о приближающейся великой скорби. Для того, чтобы спасти хотя бы остаток. То есть состояние духовное Израиля, конечно, очень-очень плохое. Но с другой стороны, мы как верующие, как церковь должны поддержать Израиль. И потому, что через Израиль нам спасение от Господа. Во Иисусе Христе. Господи Боге нашим. То есть это народ избранный. И он останется избранным. И понятно также, что без Иисуса никто не спасается. Также моего родственника опять вернули в армию. Он в израильской армии. Очень переживание. Он единственный сын. Поэтому сейчас он в армии. На передовой, скажем так. То, что я могу сказать. Но в израильской армии очень много и мусульман, которые воюют за Израиль. Это взять бедуинов. Это взять даже некоторых арабов. Несарабы и христиане. Черкесы. Очень много азербайджанцев. Очень много азербайджанцев в израильской армии. Также воюют. Это их страна. Они воюют за Израиль. Мы прекрасно понимаем, что есть зло. Я не оправдываю сейчас никакие мирские действия Израиля. Но все же мы просто должны понимать, кто есть Хамас. Что есть Ислам. И все равно молю за них. Потому что жалко людей, умирая без Христа, умирают навсегда. Кстати, что с еврейской стороны, что и с мусульманской стороны. Без Иисуса Христа напрасно прожитая жизнь. Что будет дальше? Мы уже немного поговорили. В первом видео, которое я записал, я сказал, что эта война может перерасти. Если не сейчас, то со временем она перерастет. В более масштабную, скажем, поместную войну. После этого Израиль как бы немножко вздохнет. Но потом будет еще страшнее война Гога. Вот тогда уже будет время Антихриста. С другой стороны, некоторые говорят, как такая разведка, как МОСАД, могла пропустить такое нападение. Ну, кто-то говорит, что, может быть, это тоже причина. Позволили и знали для того, чтобы решить этот вопрос. Не знаю. Кто-то говорит, что Россия способствовала нападению Хамаса, чтобы отключить внимание от украинской войны. Ну, Хамас всегда был другом России, российского руководства. Но у Хамаса, кстати, американские автоматы, которые были переданы, говорят Украине. И получается, что перепродали им за деньги. Я не хочу вдаваться в эти моменты. Я вижу в этом всем, то, что написано в Писании. Это не удивляет меня. Единственный вопрос. Сейчас или чуть-чуть попозже, но как закончится, мы знаем. Да, будет страшное время. Мы его называем бедственное время Якова. Но для церкви это великая скорбь. А для евреев бедственное время Якова. Но Бог проведет. И остаток, правда, только спасется, но станет настоящим Израилем. Но не будем забывать, что евреи еще примут антихриста. Это тоже так будет. Но не только евреи. Он строит и мусульман. Это то, к чему они стремятся. Но будет так, как Бог предопределил. Поэтому продолжаем молиться за покаяние всех людей, всех человеков. Ну и поддержим Израиль. Да, ради Господа нашего, Иисуса Христа. Благослови Господь. Не паникуем. Не паникуем. Меня часто упрекают в том, что я говорю, еще есть время, еще есть время. Я всегда говорю, каждый день может закончиться. Это время для нас. Мы пристали перед Богом. Поэтому нужно просто наполняться маслом каждый день и быть готовым, дать отчет каждый день нашему Искупителю. Но есть некоторые моменты, о которых я не могу говорить. Это связано с юбилеями Израиля. Это связано с праздниками Господними. Поэтому я хочу сказать, что, ну, первое, во-первых, никакой семины нет. И я думаю, что еще, да, немножко времени будет. Некоторые говорят, какое время, два-три года люди высчитывают. Я сказал, да, это связано с юбилеями, праздниками Израиля, но я его не высчитываю. Только Бог знает, когда. Но еще время есть. Но потом не будет. Потом не будет. Тем более, Ефрат высыхает очень сильно. Но это начнется там. Сама Третья мировая начнется там. Там, где истоки Ефрат. Это Турция. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Тем более, Россия должна еще очень сильно окрепнуть. Я продолжаю рассказывать свое личное мнение, что Российская империя – это та страна, где Бог, кто вождь, который себя берет. То есть очень много, что будет далее. И то, что произошло сейчас в Израиле, никакое не случается. Мы очень близко к возвращению нашего Господа, Иисуса Христа. Благослови Господь. И еще раз вам огромное благодарение, что в это последнее время, когда заканчивается благодать, вы поддерживаете нас. В проповеди доброй вести. Во-первых, иудеи. И также. И. Шалом Браха, Балуха, Шалом, Шалом. Это Евангелие в последнее время. И с вами, Игорь. И слава только Богу. Это скажет народ Божий. Аминь. Аминь.